Уже не представляться, часть номер два. Юрий, Юрий, ну давайте в следующий раз. Когда? Ну вот с недели, как мы с вами договорились. А что тут, вот посмотрите, что тут сильно сложного? Ну у меня сейчас голова другим забита, я так не узнаю. Ну можете сказать, чем у вас сейчас забита голова? Сейчас забита голова проблемой киосков. Вот этого рыночка, цветочного рыночка, вот этого. Я нашла место, куда его перенести. Только это надо волевое решение. Как мне достучаться, как мне достучаться? Вот смотрите, кому я не обращаюсь, у всех голова забита чем-то другим. У того там ЖКХ, у того там еще чего-то, у того-то еще чего-то. Даже более того, вот не буду говорить сейчас фамилии, даже те горожане, которые похоронили своих детей, уже похоронили. Ну казалось бы, ну казалось бы, они могли... У них большая боль, у них большая боль. У них есть еще дети, у них еще растут дети, они хотели бы внуков иметь. А у нас сегодня в Николаеве 40 тысяч алко-наркозависимых. Да я понимаю, ну а вы со специалистом-профессионалами говорили... А кто, назовите мне специалистом-профессионалом в Николаеве, назовите. Есть управление по делам несовершеннолетних, есть управление молодежью. Ну, Денис ваш, сразу согласился на интервью, его начальник. Ой, мне, пожалуйста, напишите вопросы, ой, напишите мне ответы, какие мне надо. Потому что он чиновник. Вы читали его статью в газете «Я чиновник». Тем более пишет классно, вот я читал, вот хорошо пишет, дохочево-то все. Да, пишет хорошо, да, все. Понимаете? Но он пишет по заказной статье. Там души нет в этой статье «Я чиновник». Чиновник в первую очередь должен быть потом поговорим. Что должно произойти в Николаеве? Я уверен, что это произойдет. Вот рано или поздно, что должно произойти, чтобы все депутаты этих 90 человек, те 120 человек депутатов, чтобы они в один голос. Ведь, в принципе, по большому счету, я же разработал механизм, как ликвидировать в Николаеве, ну, целую программу разработал. Знаете, что я вам скажу? Что должно произойти? Если будет идеология, идеология, целенаправленная на воспитание молодежи, вот тогда будет результат. Да мы ее можем вообще не дождаться. Мы ее можем вообще не дождаться. Я не знаю, как что-то. Юрин, я считаю, официально. Вообще-то я... Он журнал «Гаржан». Он журнал «Гаржан». Что должно произойти? Что должно произойти, чтобы... Ну, идеология. Это, в общем-то, как-то абстрактно для меня идеология. Ну, не то, что абстрактно. Вот смотрите. Мы, наше движение «Родители против наркотиков» разработали очень простую программу, 12-шаговую программу. Мы ее подавали уже и в устном виде, и в письменном виде, и озвучивали все. Стена. Все, никуда не можем... Подавали куда? На местах? Ну, и в обл. администрацию передавали. И передавали в вор администрацию. Ну, стена. Все говорят, да-да-да, ай-яй-яй, ай-яй, проблема, ай-яй-яй. И все, стена. Хотя шаги очень... Вот так и напишите, что столкнулись со стеной, поэтому решили обратиться в Верховную Раду, именно потому, что там самое лучшее... Собирается самое лучшее часть общества Украины. На них только вся надежда. Они же пишут законодательную базу. Вот смотрите, мы хоть и как бы бойцы, у нас есть бойцы, которые эту стену ломим, лупим, но я понял, что вот еще как бы нам не хватает тех бойцов, которые бы нам тоже вот помогали лупить эту стену. В прошлый раз вы вроде бы так сказали, ну, так, ни к чему не обязываясь, если что вы не против стать членом нашего движения. Я не против. Я вообще не против всего хорошего, что может дать позитивный результат в изменении жизни общества к лучшему. Я за. Назначьте, когда мы с вами встретимся, чтобы мы могли пробить эту стену под названием, ну, я не знаю, как она называется, я же не могу сказать... Ну, давайте вот во вторник встретимся, вы мне все покажете, ваши мозги, мои мозги, еще там что-то. И будем ее... И будем бомбить. Спасибо. И все. Спасибо.